Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас хотела бы вам рассказать про мои покупки. Их достаточно, скажем, наверное, много было. Но я решила не всех сюда включать, потому что, ну, как-то, не знаю, какие-то некоторые были такие совсем-совсем, которые вы уже давно видели. Много вещей таких, которые я выкладывала в Инстаграме, и девочки уже пишут, когда же я сделаю обзор на некоторые продукты. И, в общем, вот я дошла до этого дела. Так, начнем, наверное, с вот такого вот бальзама, который я купила в Финляндии. Ну, мне просто на тот момент закончился мой бальзам для волос, кондиционер. И просто нужно было срочно что-то купить. О, Господи! У нас ремонт наверху. О, Боже мой! Ну, ладно, попробуем. Наверное, не слышно ничего будет. Вот, и поэтому я купила вот такой вот бальзамчик. Ну, честно говоря, кондиционер, я так понимаю, с гранатом. Ну, не могу сказать, что супер какой хороший. Не могу сказать, что супер как распутывает волосы или увлажняет. То есть, ну, в принципе, ни о чем. Какой-то доля эффекта кондиционера он делает, но, в общем, не очень. Так что вот такой вот, если будете смотреть на него, лучше не брать. Дальше купила... О, Господи! Дальше купила вот такие вот матирующие салфетки. Я вот только ими пользуюсь. Как-то, не знаю, они мне понравились. В Ревгоше они, вот видите, даже цена. Тут есть 90 рублей, тут 50 штучек. Очень удобные, очень удобные штучки. Дальше купила вот такую вот умывалку. Просто так, на самом деле, взяла, потому что мои все начинали кончаться. И, извините, и я взяла просто вот этот, потому что, ну, не знаю, как-то я посмотрела, что-то вроде экстра глубокое очищение с мультиэффектом, бла-бла-бла, и взяла просто так. На самом деле мне понравилось, то есть, пальцем в небо и попало, скажем так. Реально понравилась штука для чистой и матовой кожи. Очищает кожу, освобождает поры, матирует, успокаивает кожу антибактериальной действия с экстрактом магнолия. Он уже у меня почти кончается. Вот так вот он уже загаженный такой. И там есть небольшие такие скрабирующие частички, что-то в этом роде. И вот когда очень-очень мелкий, как будто мелкий-мелкий-мелкий песок. И когда скрабируется, когда умывается лицо, немножко такой эффект скраба оказывается. Но, как мне косметолог сказала, что со скрабами нужно быть осторожными. И каждый день ими нельзя пользоваться, потому что они очень расширяют поры. И если вы пользуетесь скрабом, то после использования скраба нужно какие-то сужающие поры продукты использовать. Поэтому, ну вот, пока пользуюсь. Пока вроде нормально. Вроде очищает хорошо. Но вот то, что скраб, вот этот эффект, мне, конечно, немножко он коробит. Ну ладно. Дальше взяла вот такой вот очищающий тоник от Нивея. Потому что мой от Лореали, я вот как-то показывала. Мне он как-то все-таки не очень понравился. А от Натуры Сиберика у меня был тоник очищающий. Совершенно мне показался сначала водичка. И вам я рассказывала, что какая-то как будто просто водичка. Но на самом деле он достаточно хорошо очищает и очень нежно. То есть, как бы вроде как не видно, что каких-то ощущений нет, что кожа что-то очистилась или еще что-то с ней произошло. Но на самом деле оно есть. То есть, вот от Натуры Сиберика гораздо лучше тоник, чем вот этот от Нивея. Плюс вот этот, у него какое-то небольшое такое свойство. Вот если его встряхнуть, видно, тут немножко пена вот образуется. И он, когда выливаешь на ватный диск и начинаешь умываться, он такой вот немножко пенящийся. Не очень приятно к лицу, но лично мне вот не очень нравится. Так в целом ничего, но вот этот пенящийся эффект и не очень хорошее очищение. Ну, как-то так. В общем, выбирала между Натурой Сиберика взять или вот этот. Взяла этот и надо было все-таки брать тот. Дальше расскажу про вот эту пудру, про которую мне как раз спрашивали. Недавно я купила вот этот L'Oreal пудра Alliance Perfect. Тающая пудра. Бла-бла-бла в оттенке. У меня R2. Ванильно-розовый. Вот такой вот оттенок. На самом деле история покупки этой пудры. Моя пудра начала уже, ну, Max Factor Creme Puff. Кто не знает, ну, кто постоянно со мной, все знают, что я ее пользуюсь. То есть, как-то я не могла найти свой оттенок. То есть, его нигде не было. Его всегда очень дефицитно где найти. И, в общем, у начальницы я как-то однажды забыла на работу эту пудру взять. И, ну, так как мы все уже родные люди между собой в отделе, я у начальницы попросила. Говорю, у него ни у кого пудры нет. А она мне дала вот такую вот свою пудру. Именно в таком же оттенке. У нее такая же светлая кожа. В общем, все-все одинаково. Я попрос, попробовала, попользовалась. И, на самом деле, мне очень понравилось. Потому что у нее идентично крем-пафу. Ну, у той пудры от Max Factor идентично. Такой же перекрывающий несовершенство эффект. То есть, у нее эффект, скажем, фотошопа, мотирования. И очень плотно она ложится. Но не без эффекта маски. А просто вот, ну, плотно. Она не какое-то легкое покрытие, а реально закрывает какие-то мелкие, может быть, красные точки. Еще что-то она закрывает. Поэтому я решила, что раз мне так она понравилась, стоит взять и купить ее. Собственно, я ее купила. На самом деле, попользовалась я ею где-то неделю. И сначала не могла понять, в чем вообще, почему у меня лицо начинает желтеть. Даже не желтеть, а рыжеть. Она, несмотря на то, что она вот такая вот светлая, она идет, вот лично на моей коже, видимо, она тут на самом деле типа подстраивается к цвету и текстуре кожи. Но на моей коже она подстраивается в какой-то рыжий цвет, что мне не очень нравится. И поэтому я думала, там еще наподобие оттенок есть, тоже светленький. Может быть, его попробовать. Ну, как-то я на тот момент уже купила свой опять Крим Паф, нашла там в каком-то вообще очень-очень далеком магазине случайно совершенно. И, в общем, пока остановилась. Поэтому хорошая пудра, хорошие свойства, хорошо лежит, держится целый день, шелушки не подчеркивает. Но нужно очень быть аккуратным с цветом. То есть, девочки, если выбираете эту пудру, ну, я не знаю, просто тщательно, я не знаю, если у кого-то есть, может быть. Ну, то есть, ну, жалко тратить там 400 рублей на эту пудру и потом ею не пользоваться. Потому что цвет отдает там в рыжину, в зелену и еще в какой-то другой цвет. Поэтому осторожно с выбором цвета. А так пудра хорошая. Дальше продукт, на который тоже мне просили сделать обзор, ну, то есть я в Инстаграме показывала. Вот такие вот тени от Ariflame. На самом деле, я совершенно как-то так спонтанно заказала. Ну, честно говоря, сейчас я их сдую. Вот такие вот цвета. Сейчас сводчики сделаю. Честно говоря, вот этот... Сейчас расскажу по цветам. Ну, вот это вот, собственно, они вот так вот у меня сделаны. То есть, вот этот средний цвет, как бы коричневый, он... То есть, вообще, лучше его сюда было не класть, потому что он вообще никакой. Растушевывается плохо, ложится пятном, очень сухо. Ну, вообще, вот именно серединный вот этот коричневый цвет вообще ни о чем. То есть, я не знаю, с ним очень надо воевать, чтобы из него что-то получилось. Светлый цвет, слишком светлый и, скажем, забивается в такие, ну, вот в складочки на глазу. Единственное, нормальный вот этот, но он по своей текстуре хороший, темный вот этот цвет. То есть, он такой прямо сатиновый и, можно сказать, растушевывается очень хорошо. Но сам цвет отдает в какой-то, ну, не знаю, графит, какой-то не очень красивый графит. Хотя у меня фотография была в Инстаграме, и все сказали, о, красиво. Но это красиво выглядит на фотографии. В жизни это выглядит как синяк. То есть, как бы, не знаю, если кому-то нравится эта тень, я очень рада, но мне как-то они так себе. То есть, вот так вот. Дальше решила попробовать вот такой вот спонжик. Beauty Blender от, господи, от L'Etoile. Ну, честно говоря, как мне девочки написали в Инстаграме, я опять-таки выложила, говорю. Говорят, твердый, не набирает нормально продукт. Ну, в общем, ничего особо не делает. На самом деле, да, согласна. То есть, он достаточно твердый. Даже если его намочить, он не очень хорошо вбивает. Или вбивает в кожу до такого состояния, что не видно вообще ничего. А купила я его, потому что, тадам, я начала пользоваться BB-кремом. Как вы знаете, я не пользуюсь тональными BB-кремами, вообще никакими вот этими вещами я не пользуюсь. Но тут как-то у меня подружка купила его, и я решила тоже попробовать. Опять-таки повторюсь, в Инстаграме я выкладывала. Очень забивается в поры. Ну, немножко загрязнение есть. То есть, после него очень тщательно надо очищать лицо. Особенно после моей глобальной чистки у косметолога. Я вообще боюсь теперь... боюсь опять к ней идти. И поэтому очень стараюсь хорошо очищать свое лицо. Вот. Ну, что могу сказать. У него очень такое тонкое-тонкое покрытие, если, конечно, не таким жирным слоем, если как бы таким, ну, в разумных пределах. То есть, он особо не перекрывает. И в связи с покупкой вот этого BB-крема я наткнулась на статью о BB-кремах. Вообще, что это такое, откуда это взялось. Взялось это в Германии. Они появились. И BB-крем создали косметологи. Даже не косметологи, а врачи, которые делают пластические операции, чтобы клиентки после пластических операций могли закрыть как-то свои дефекты пока что на коже, которые еще не зажили. Они создали вот такие увлажняющие, ухаживающие, заживляющие крема с какими-то вот такими положительными воздействиями на кожу. Плюс они добавили туда пигмент, который, собственно, и закрывает саму, помимо лечебных свойств, они еще и делали эти BB-крема те, еще давно-давно, которые появились. Они еще и замаскировывали дефект кожи, который вот пока еще не зажил после операции. В следствии этого начали потом выпускать японцы. Ну, в общем, все азиатские фирмы, азиатские страны начали выпускать тоже свои BB-крема. Они поняли, что это реально крутая фишка, что на этом можно заработать, не просто тональник. И они начали тоже выпускать BB-крема. Но у них такой вот очень перекрывающий эффект был. То есть у них очень-очень много пигмента было, который, помимо вот этих всех увлажняющих и прочих бла-бла-бла-свойств, у них был еще и вот такой именно просто очень сильный перекрывающий эффект, то есть очень маскирующий. Когда начали выпускать BB-крема разные фирмы, которые, например, там Америка, Франция, там вот эти все-все-все-все вот, ну вот Гриньер, он же Франция, они начали добавлять достаточно мало вот такого замаскирующего пигмента за счет этого. То есть он считается в сознании многих девушек, что он гораздо легче тональных кремов, раз он как бы меньше перекрываемость у него такая, скажем так. Собственно, вот такую небольшую историю, не знаю почему, мне просто очень интересно было, я и решила поделиться с вами. Может быть, отдельный обзор я сделаю, но хочу попробовать еще несколько BB-кремов. Ну, кстати, я засмотрелась на крем от L'Oreal, тоже там из какая-то серии, там что-то идеальная кожа, но вот который сначала белый, а потом его растираешь, и там вот эти микрогранулы цветные, они лопаются и становятся бежевыми. Мне он, честно говоря, не очень понравился, там светлый, очень светлый и темный цвет был, я сделала светлый, потому что очень светлый был мне, очень светлый. А светлый какой-то он в рыжину, ну, в общем, хотела очень, мечтала о нем, попробовала, ему не очень понравился. Поэтому так, поближе сейчас покажу, вот такой вот, пока пользуюсь, пока в принципе ничего, цвет у меня light. Но, опять-таки, после него очень-очень надо быть осторожным в плане очищения. Дальше, ну, я показывала уже в покупках китайских своих, вот такой вот крем для, скажем, для прыщей, от прыщей. То есть, он реально, ну, как бы очень-очень хороший, на самом деле полтора доллара, по-моему, он стоит, но он оказывает очень здоровское действие, потому что, вот, прыщик, когда он вылезает, на самом деле продуктов таких аналогов у нас море, там, Клинанклия всякие, Невея, тоже там, Гриньеры, вот. Вот, но вот этот, он действительно уменьшает прыщ, просто вот на ночь нанесете там какая-то, ну, вот, реально прыщ, который зреет, но который еще не созрел. И чтобы его убрать, вот, нанесете его, и утром уже все, гладкая кожа, ну, там, как бы краснота какая-то осталась, да, вот как от прыща. Но, вот, два дня и все, прыща нет, то есть, очень крутая штука, очень довольна. Я даже подружке отсидела баночку, чтобы помогать ей. Дальше вот такой вот от Арифлейм кремчик купила под глаза. Да, ну, не знаю, опять-таки, повторюсь, не убивайте меня, но в Инстаграме, в Инстаграме все говорю. В Инстаграме выложила, и отзывы были такие, что у одной девушки даже он чуть ли не сжег, то есть, кожу под глазами, говорит, будь осторожна. Мне он ничего не сжег, мне абсолютно нормально, но нельзя сказать, что какие-то синяки проходят, еще что-то. То есть, может быть, доля увлажнения какая-то есть, но не прям что ах. Ну, для успокоения души он есть, я пока им пользуюсь. Дальше приобрела вот такую масочку по совету Никоко 8 нашей Вероники любимой. Вот такую от Organic Search, от Organic Vita, по-моему, марка. На самом деле, очень клевая маска, то есть, когда я первый раз нанесла как маску, я не особо увидела эффект. Когда ее можно наносить сначала как маску, и также можно наносить просто на ночь. Когда я нанесла на ночь и встала утром, у меня вот тут такие небольшие, даже после чистки все равно эти комендончики образовались, у меня их не было. Я на самом деле так стою, блин, у меня же тут было что-то, э-э-э, где? Вот, ну, вот так что периодически пользуюсь. То есть, очень понравилось, на самом деле, ну, как бы вот из-за этого эффекта, что вот она реально какие-то вот эти штуки, образовавшиеся под кожей, она убирает. Вот, она в основном на это действует. Поэтому очень здоровская вещь. Очень довольна, буду пользоваться. Также недавно зашла я в Лекситан и купила вот такой вот крем, который был маленький в глэмбоксе в каком-то. И у меня так получилось, что я купила вот этот большой крем, и в подарок мне на кассе дали маленький, такой же, идентичный крем. На самом деле, я бы, наверное, что-нибудь другое, может быть, купила бы, все равно бы я его в подарок получила. Ну, да ладно. Теперь у меня вот таких вот два, ну, это я как бы пробничек взяла, который уже у меня кончился. Такой же у меня маленький, полный, только в сумке лежит. Так что вот такие два крема у меня теперь есть. Очень мне нравится как запах. Многие говорят, им ничего не увлажняет, ничего не делает этот крем. Мне понравился, меня он удовлетворяет, меня он увлажняет, мне нравится его запах. То есть, 5 баллов. Я очень влюбилась в этот крем, очень клевый. Кому как, видите, на вкус и цвет товарища нет, скажем так. Дальше купила у меня зелененький мой корректор, закончился консилер. Я купила корректор от Гош, но вот, к сожалению, уже все стерлось. То есть, тут не Гош, ничего, одна вот наклейка осталась. Он в виде ручки вот так нажимается, он выдавливается. Но он очень-очень такой пигментированный и очень опасный с ним. Нужно быть такими осторожными, потому что, если его до конца не растушевать, он становится таким прямо зеленушным, больным пятном на лице. Поэтому, ну, в целом, он перекрывает хорошо, но тоже нужно вот именно с зеленым, нужно уметь обращаться. Ну, в целом, так я как бы, в принципе, умею, мне нравится. Стоил он, конечно, неприлично дорого, но это Гош. Та-да! Где-то рублей, наверное, 500. Ну, то есть, как бы, для меня дороговато. Но на тот момент ничего другого вокруг не было. Дальше купила вот такие вот румяна, которые я делала уже вопрос в Инстаграме. Говорю, подскажите, где такие румяна продаются? Потому что я поняла, что в России уже таких нет, но в Питере точно. Вот такие от Maybelline. А мне прямо жуть, как хотелось, как их купить. Затем сказали мне, что они продаются в призме в Финляндии. И когда я ездила вот недавно в Финляндию, я купила их, собственно, в призме. Так что, девочки, спасибо за подсказку. Было там два оттенка розовых разных и вот такие вот персиковые. На самом деле, надо было брать розовые, но в следующий раз поеду, куплю розовые. Стоили они где-то 10, по-моему, евро. Вот. На самом деле, мне понравилось. Мне понравилось, я никогда не имела дела с такими кремовыми румянами. Очень они не жирнятся. Ну, на моей коже, в принципе, она у меня комбинированная и жирная, как мне косметолог сказал. Они очень прикольно растушевываются. Очень такой нежный румянец на лето. Просто вот на загорелой коже вот этот персик, он будет божественный. Еще немножко у него плюс есть такой шиммерный эффект. Вот. Очень мне понравилось. В следующий раз я пойду еще и куплю розовенькие. Надо наносить их очень удобной кистью, очень хорошей. Пока я кисть нормальную не подобрала, у меня какая-то обычно круглая, непонятная. Я думаю, что нужно такую плоскую, вот которая срезанная кисть, такая треугольничком, скажем так. Вот такую надо купить. И вот ею, я думаю, будет хорошо. Но в целом они растушевываются хорошо и пальцем, и кистью. Ну, приноровиться. И как бы, в общем, мне понравились 5 баллов. То есть, я настолько их хотела, что я думала, что даже если они не понравятся, все равно я буду ими пользоваться. Но они мне понравились, и я очень этому рада. Собственно, вот это были все покупки. Надеюсь, вопросы удовлетворены. Всем спасибо за внимание, оставляйте комментарии, подписывайтесь. Пока-пока.